Вакцину медсестра достает прямо из холодильника. В комплекте шприцы и противошоковый набор на случай аллергической реакции. Медики городской поликлиники номер 3 вакцинируют на дому не всех. Услуга доступна лишь ветеранам войны и маломобильным пожилым людям старше 80 лет. Мы начали ее заблагоременно, весной этого года. Активно сейчас проводим. В принципе, последние уже пациенты у нас на эту неделю все расписаны. Сотрудники поликлиники номер 3 на дому вакцинировали уже почти 1200 человек. Сегодня выездная бригада спешит к ветерану. Здравствуйте. Очень хорошо, что вы приехали к нам. Ему 92. Участник Великой Отечественной Александр Трофимович Кисляк решил вакцинироваться за компанию с супругой накануне бриллиантовой свадьбы. Пара вместе 60 лет. Они пережили и перестройку, и развал Союза. Говорят, поставят прививку, и коронавирус не страшен. В нашем подъезде, допустим, мы не первые. Вот Татьяна Сергеевна 12-го сделала. Да, уже, наверное. Надежда Михайловна давно сделала со второго этажа. Перед прививкой осмотр. Долгожителям измеряют температуру, давление, уровень сатурации и пульс. Чтобы не было осложнений, на момент вакцинации важно быть здоровым. Мы понимаем, что перед 9 мая будет большое количество поздравлений у этих людей. У них будет большое количество посетителей. Поэтому нам очень важно их защитить. После вакцинации в течение получаса за самочувствием пожилых наблюдали врачи. Жалоб не было. Я даже почувствовала, что я здоровее стала. Я очень ждала эту прививку. Я считаю, что всем надо делать прививку, несмотря на то, что у них что-то болит. Очень принимает нас тепло. Очень добры к нам. И, соответственно, мы тоже. Всегда мы уходим, у них радость на лице остается. Чай и кофе всегда предлагают, но нам некогда. У нас очень много вызовов. Чтобы пройти вакцинацию на дому, надо подать заявку в поликлинику по месту жительства, позвонив в регистратуру. Анастасия Лизаревич, Тюменская служба новостей.